Запись, да, и начинаем наше занятие, как обычно. Мы продолжаем вирхо, триадшма, точнее, вирхо тоже, триадшма. И начнем с мысли дня от Раби Леви Цака из Бердичева. Итак. Ты был в Бердичае, и Раби Леви Цака из Бердичева славился тем, что умел оправдать любого еврея даже в самой тяжелой ситуации. Известная такая история про него, которая говорит, что наш Раби Леви Цака увидел человека, еврея, обычного еврея, который был в Толите, в Тфелине, и менял колесо телеги в грязи. Любой бы сделал ему замечание, что ты делаешь, возможно, в Толите так себя вести. Но вместо этого Раби Леви Цака замолился ко Всевышнему и сказал, Ашем, ну посмотри, говорит, даже когда еврея находится в грязи и меняет колесо, он при этом не оставляет твоим свод, не талит, и тфелин. То есть какой праведник, даже в этот момент, вместо того, чтобы сказать, что во время молитвы он меняет колесо, что он меняет колесо, продолжает молиться. Вот, да, о чем эта история? О чем же надо всегда стараться учить себя оправдывать людей, окружающих? Человеку свойственно оправдывать себя. Но когда он смотрит на поступки других людей, он всегда смотрит на них более критично, и пытается, наоборот, найти... Критично. Что? Наоборот, пытается, да, не оправдать. А, так это не так, это ошибка. Надо, наоборот, смотреть на всех с лучшей стороны и сказать оправдание. Так вот, рассказывает историю такую про исключительную скромность наших праведников, наших главпоколений, которые, конечно же, проявлялись больше всего в их отношении к себе, искренне в отношении к себе. Тем не менее, они прекрасно понимали о своем возможном статусе и возможностях быть главой или чего-то, но они при этом никогда не позволяли этим мыслям залезть в свою голову, для того, чтобы они как-то выделились из общей массы людей. Они рассказывают историю, что однажды два светила поколения, раби Акива Эйгер и раби Яков Злис, ехали вместе, они были, как бы, ехали в карете и достигали уже места своего назначения. А место, куда они ехали, уже было известно, что приезжают два гаонатора и собралось там, короче, все деревни, собрались огромная толпа людей, поприветствуют таких знаток Тори. Они выглядывают в окно, вау! И да, один подумал раби Яков, наверняка это, как бы, все эти люди вышли поприветствовать моего соседа, он великий знаток Тори, ух ты, как неловко, что делать? То есть, он быстро, как бы, вышел с задней стороны телеги и присоединился к толпе. А в этот момент раби Акива Эйгер смотрит туда, ого, ничего себе, это, походу, мой товарищ, который был со мной в телеге, говорит, такой великий раввин, так, говорит, я тоже, и он тоже вышел с другой стороны, тоже присоединился к толпе, и все как опают, маршем. И в итоге пустая телега въехала в город и всю дорогу толпам сопровождала пустую телегу. И они искренне шли до конца, отдавая почет этой пустой телеге, в шоке все будет, что в этой телеге такого интересного, там никого не было. То есть, да, это только подчеркивает, насколько, да, кто, может быть, уподобится этим гигантам духа при всем при том, насколько, насколько они были исключительно скромные люди, они просто действительно считали, что, а что, а чем, как я, уже ли я могу чем-то, очень-очень скромными были людьми, и относились к себе с большим смирением. Итак, окей. Итак, я еще открыл перед собой книгу Новосибарского Хосака, Орли Цион, Алхот, Ход, Орхайм. То, что мы учим. Итак. Мы с вами остановились. Ох, Илхот, Брхот, Крешка. Итак. Законы благословений Шма. Итак, мы сказали, что Шма, Исрая, утренняя, она окружена благословениями. Благословениями два, впереди одно пост. Тогда как Шма, Исрая, вечерняя, окружена двумя, вначале и двумя постами. Брахо перед Шма, они являются частью благословения на Шма и после Шма, тем не менее. Это не то, как благословение Шеги Шамбы, Слава Цвану или Кроя, Шма. Они имеют свои отдельные законы. До такой степени, что даже если ты пропустил время Шма, и Шма читает уже все, нет заповедей читать Шма, тем не менее, тем не менее, ты все еще можешь считать благословение на Шма, потому что благословение на Шма является частью молитвы. А молитва читается не до конца третьего часа, а до конца четвертого часа. Так вот, говорит первая Аллаха. Когда мы говорим «Юцер-Ор» у ворэхошек, вы никогда не дотрагивались для тфелина? «Юцер-Ор» у ворэхошек, при этом, поцеловать, да, ручной головной тфелин. Но вот пишет Алкут Йосеф, что есть, которые говорят, что достаточно поцеловать только ручной тфелин. У менашек, да, поцеловать. У кэшэумэр у ворэхошек, а когда говоришь «у ворэхошек», вы машмэш бетфелин шаль рош у менашек, дотрагиваешься до головного тфелина и целуешь. И есть, на что положиться, и не нужно отменять это добычу. Окей, «Юцер-Ор» у ворэхошек, есть, которые говорят, что нужно дотрагиваться до тфелина. На «Юцер-Ор» до ручного, у ворэхошек, да, головного, и это хороший минимум. Не отвечают «амэн» после благословения «Юцер-Омэоро». Так что «Юцер-Ор» говорит. И также мы не отвечаем «амэн» после благословения «Абухер бе-амо Исраэль бе-ягава». «Ве-ехан-ма-арив а-радин, ве-огев» – это «Мо-исраэль». То же самое после «Ма-арив а-радин» и после «О-гев» – это «Мо-исраэль». Не отвечаем «амэн». Интересно, «Абуха». И давайте сразу на этом я в Ходрусефе вернемся и откроем шурхана руками, что было. Вот, очевидно, здесь Ходрусеф говорит. Посмотрим. Да, «Дзенэй Беркалиш» над «Юцер». Причина, по которой мы упоминаем «днём, ночь», то есть странная бракха. Зачем? Шурхан-на-рух сразу ставит вопрос. А зачем мы днём вспоминаем про ночь? Странная бракха. Поэтому мы дотрагиваемся до ручного стелина, потом до головного и целуем. Но зачем упоминать ночь? Это специально постановили мудрецы, чтобы вынести из сердца апикорисов, людей, отрицающих Тору, чтобы они не подумали, что мы молимся Богу, который сотворил день, а не Богу, который сотворил ночь. Чтобы было понятно, что Он сотворил и день, и ночь. Это ошибки в благословении. Это различные ошибки, которые можно сделать в окончании благословения. Не так актуально идём дальше. Мы хотим найти закон Ялкут-Юсефа, который говорит, что мы не отвечаем «Амен» на благословение. То есть мы не отвечаем на эти благословения «Амен». Это прерывание. Вот что интересно. Вот, пожалуйста. Четвёртая Аллаха Шархана Рухи. Вот отсюда идёт спор Шкенназим и Сфарадим. А Шкенназим отвечает «Амен» на благословение, что он? Сфарадим нет. Почему? Пишет Шкенназим. «Беркат юцер в аравит». То есть вечерний убраху юцер ор. Вечерний убраху амари в арави. «Умер има шалер цибур бенахат». Произноси вместе с шалер цибуром, с хазаном. Одновременно. Бенахат. Мяхта. Странно, да? Это Шкенназим. Окей. А рамо сразу здесь добавляет. «Эне-не, веймагэр». «Поспеши, обгони хазана». «И закончи браху до хазана, чтобы ответить яне амен». Чтобы ответить хазану амен. «Умигу, однако, имно амараш мами шалер цибур, яца». Но если ты не сказал, а только услышал о шалер цибур, это бы достаточно выше. Потому что в этих благословениях шалер цибур может вывести слушающего, даже который сам умеет читать. Обычно лака такая, что я не должен вводить тебя в благословениях, которые ты сам можешь почитать. «Умешь читать, говорим, сам читай, браху до хазана». Я не могу тебя выводить. Но здесь, касательно благословений шалер цибур выводит всех. «Миву, однако, эне шалер цибур боти айхит». Это ход на сара. Но если нет десяти человек, то шалер цибур бессилен вывести никого не может. Но продолжает Шульхана Рух. «Говоришь браху, бенаха, вместе с шалер цибуром, вело я ане амен, и не говоришь амен, ахар сьюма бухер бе амо Исраэль бе агава. Когда закачивает хаза, ано хевет амо Исраэль бе агава, ты говоришь «май Исраэль». Ты говоришь «амен». Так пишет Шульхана Рух. Потому что амен в этом месте будет хевсек. Прерывание. Так, читаем и что Бруру на эту историю. Бруру на эту историю. Бруру на эту историю. Так. Я отвечаешь «Амэн». Итак, «Авать баругу варухшмолу йома». То есть даже Рамо, который говорит, что нужно отвечать «Амэн», говорит, что «Брулина, баругу варухшмолу отвечать не нужно». Не говоришь. «Да афин варухшмолу йавсик вазэ». Потому что даже варухшмолу йома, даже варухшмолу йома ты не прерываешься на баругу варухшмолу. Так тем более, то есть мы видим, что есть еще более строгость прерывания в этом блоке после барху до Учмунаэссэ. Да, не прерываешься. Да, филу бы псикейды зимралу йавсик вазэ. Мошэ, кадалу магэдаврамбэссиман фуф, кав, да. Ахар шлях цибур, поста шлях цибура. Варухшмолу один шамасов бракха на адам ахэр, бэн бракха зоу, бэн бракха ахэр. О, видишь, как Рамо говоришь, что нет, ты отвечаешь омэн. Кида, если ты собран другой закон шеврань, что тоже отвечаешь омэн. Шмаамиш лях цибур, дэддавка им кемэн. Ацэгэш шлях цибур, не кавэну литзьо. Аэлу шэль крият шма. Варухшмолу адзин дохода бракхон. Шмаамиш лях цибур, мути ахидар пи. Шмаамиш лях цибур, да. Шмаамиш лях цибур даже на все врах, вот. Говорит Рамо, шмаамиш лях цибур мути ахидар пи. Шмаамиш лях цибур имеет силу вывести человека, даже которого умеет читать. То есть, если ты умеешь читать, читай сам. Но, даже если он уже выполнил заповедь, он все равно может привести другого. За исключением благословений для удовольствия. Итак, есть Беркот Амитсвот, а есть Беркот Амитсвот по принципу «Коль Исраэль аревим зебазе», так как все евреи находятся в одной лодке, мы все отвечаем друг за друга. Поэтому, если ты не выполнил эту заповедь, несмотря на то, что я ее уже выполнил, я могу тебя снова вывести. Потому что твой недостаток, он частично и мой недостаток. Поэтому я могу десять раз делать кедуш, и здесь нет никакой проблемы, что я говорю на Бога просто так. Я же уже вышел, я уже сделал кедуш. Не, потому что «Коль Исраэль аревим зебазе». Но, что касается всех благословений, например, благословение на яблоко. Я не могу за тебя сказать благословение на яблоко. Потому что это меня не касается. Яблоко – это ршу. Ты можешь его есть, ты можешь его не есть. Нет такой заповеди. Поэтому тот, кто его ест, должен на него благословять. Как я могу сказать благословение, а ты будешь его есть? А если я его не ем, я не могу его сказать. В отличие от «Беркота Митсу». То тот, кто уже вышел, он не может вывести другого, который еще обязан сказать благословение на яблоко. То есть я сказал благословение на яблоко, а ты подошел, можешь просто за меня сказать? Я тоже хочу присоединиться. Я уже не могу, я уже сказал. Одиночку хазан вывести не может. Понятно. Вот это интересный момент. Шульха нарук говорит не отвечать на благословение шма. До и после. Почему? Потому что «Амен» это «Эфсек». Рамо спорит с ним, говорит, надо отвечать. Шульха нарук Мехабер. Маран Шульха нарук говорит, что это «Эфсек». Поясняет Миштабрура. «Бен триад шма ля абраха». То есть между чтением шма и благословением на чтение шма будет прерывание. Точно так же, как нельзя прерываться между любым благословением на заповедь и ее непосредственным исполнением или любое благословение на яблоко и непосредственным съеданием этого яблока. Нельзя прерываться. То же самое и здесь. «Аваль, но да беркат йо цер оор». Казательно брахи йо цер оор. Что случилось? Хас на шалом прерваться? Нет, нам надо. Но перед тем, как на хлеб благословляться, мы же можем подключать АМЭ. На что? На другие благословения. Да, если ты сказал благословение на тело отъеда, потому что ты его уже выполнил. Но если ты сказал благословение на хлеб, ты уже не можешь прерываться. «Аваль, беркат йо цер оор гам гумо де ле дина ле арамо базе». Но что касается благословения йо цер оор, он также согласен законе гам гумо де ле дина ле арамо базе. Он тоже согласен с романом в этом вопросе. «Ты им съем кодома шалер цибурь ешла от АМЭ на харамо?» «Моим дебурла». «О-о-о». Видишь, Набруля дает нам интеллект и шедью, что даже по-сифардски нет такого, что ты не должен отвечать АМЭ на благословение. Написано, ты должен закончить вместе с шалер цибуром говорить эту браху. А мы знаем, что все согласны, что если ты не успел обогнать Пазана и вместе с ним говоришь благословение, ты не отвечаешь АМЭ. Потому что отвечать АМЭ на свою же браху – это гнай. По-сифардски гной. Нет, гнай. Гнай – это пренебрежение. Нельзя так делать. Поэтому заканчивай вместе с Хазаном. Но даже Шурхана-Рух согласен, если ты обогнал Хазана и уже закончил и ждешь. И он читает и слышишь браху, ты должен отвечать АМЭ. Объясняет мне, что будет. Теперь, ооо, вот как раз на самом деле это мы искали. Что здесь еще? Видите, по-сифардски тоже обычай обгонять Шалер Цибур и отвечать АМЭ после чего. Почему же, если Шурхана-Рух опасается и говорит, нет, как во всех остальных благословениях, прерываться нельзя, нельзя даже отвечать АМЭ. Почему Ашкин-Азим отвечает АМЭ? АМЭ считает так, что благословения на ШМА, они не как остальные благословения. Они отвечаются. Это же не благословения Ашкин-Шалер Цибур и Слава Цибур и Ликро ШМА. Это такие благословения, они как молитва. Мы это уже видели, что они даже законы имеют другие. ШМА уже вообще не имеет мицвя, а ты все равно читаешь эти проходы. Очевидно, они не являются благословениями на ШМА как таковыми. Это благословения сами по себе. Вытикнули в ореху там кодем крият ШМА. Их просто постановили читать перед ШМА. Поэтому, по мнению РАМО, нет никакого опасения прерываться между этим благословением и самим ШМА. И это даже лучше, говорят они, чем читать браку вместе с ШАЛЕ Цибуром, чтобы не отвечать АМЕН. Лучше закончики ответить АМЕН. Там Сэмми просит его пустить. Сэмми, спустите, пожалуйста, Сэмми. Спасибо большое. Спасибо. Итак, то, что мы хотели разобрать, мы разобрали. То есть, что Шульхана Рухи, знаменитый ранний садар между Сарадимом и Ашкеназим, по поводу того, нужно ли отвечать АМЕН на благословение ШМА. Итак, Шульхана Рухи говорит, что нельзя прерываться между бракой и ШМА. А что именно нужно делать? Нужно читать одновременно браку вместе с ШАЛЕ Цибуром. Все, и не говорить АМЕН. РАМО сразу встревает здесь и говорит, но если ты обогнал ШАЛЕ Цибура, ты должен сказать АМЕН. А как же ЭФСЭЛЬ? Почему ты споришь Шульхана Руха? РАМО говорит, мы почитали объяснение, что благословение на ШМА – это не обычное благословение, где нельзя прерываться. Мы уже учились, что это не АШЕЛКИ ЧАЛЕ, ВАМЕН, САВАЦИВАН, или КРОЭТ ШМА. Это благословение, которое постановили читать перед ШМА. Но они имеют свои особенные законы. Они даже читаются, даже когда ШМА уже не актуальна. Это все говорит, что это особенное благословение, поэтому нет никаких проблем. Здесь нет никакого ЭФСЭКа, можно отвечать АМЕН. Это РАМО. Но, объясняет Миштабрура, что на самом деле Шульхана Рух согласен с РАМО. Если ты не обогнал Шалех Цибура, то есть если ты обогнал Шалех Цибура и закончил раньше него, и Шалех Цибур теперь заканчивает в РАХУ, тогда должен отвлекать АМЕН. Должен отвлекать АМЕН, даже по Шульхана Руху. И поэтому Шульхана Рух пишет, заканчивая одновременно Шалех Цибура. Если этого не сделать, то должен отвлекать АМЕН. И дальше РАМО говорит, что на самом деле Лекатхила лучше закончить раньше и отвлекать АМЕН. Альбер, скажи пожалуйста, а если Хазан, ты позже заканчиваешь, а Хазан раньше закончил, до этого прерывать тоже нельзя получается или можно? Он сказал первое благословение Хазан, а ты стоишь между Бараху и первым, внутри стоишь, до точки дошел, а мне надо говорить или не надо? Вау, хороший вопрос, хороший вопрос. Альбер, тут такой же хороший вопрос насчет того, что если ты услышал соседа, который сказал эту Бараху, ты пытаешься с Хазаном как бы сделать все одновременно, да? Да, да, да. А твой справа сидящий или спереди сказал вслух эту Бараху, да? Вот это было Деферуш. Дим сейм конума шульях собуль, ешла нано тамена хара, баэн бену лаха, а Филу, да, если ты услышал Бараху рядом с твоего товарища, тоже. Но это РАМО пишет, РАМО пишет, должен отвечать на все Бараху. Даже внутри Аперека, внутри Перека даже. Вот мы прямо только что почитали. Брат, а что вы успели, просто тему скажи, что вы успели сейчас до этого пройти? Прерывание во время Йоцеп, Бараху Чна. На что можно прерываться? Ничего такого вообще. Так можно на что-то прерываться? Вот мы сейчас говорим про самое основное, про аммэн на эти самые Бараху. И то говорим, что это прерывание. Даже аммэн нельзя ответить. Надо стараться, пишите на руке, читая вместе с Хазаном и не отвечая аммэн, потому что дегавеевсек. Это прерывание. РАМО спорит, говорит, нет прерывания здесь. А вы на какие темы обсуждали прерывание? На Кдушу и на Кадиши и там, я не знаю, на еще что-то? Не-не-не, не-не-не, мы только начали, мы ничего не обсуждали. Вы говорили только аммэн, можно ли разница, что с Фарадим не отвечают аммэн, а с Фарадим отвечают аммэн. Теперь, я не аммэ бару губру, чхолу юмак, да филипс, и дизимал, я все. Так, отвечаю на вопрос. Пишет вот, пожалуйста. Если закончил раньше и после тебя заканчиваешь аммэн на браху. А, видишь? Потому что внутри, шалва, брахи, запрещено отвечать аммэн. То есть, внутри нельзя отвечать аммэн, только после. Если ты успел закончить браху, и молчишь, ждешь хазана, и кто-то говорит, или хазан сказал, надо отвечать. Но бару губру, чхолу юмак, но бару губру, чхолу юмак, не имеешь права говорить. Да, афилу бы псукей дизимралу я в сиквазе, даже псукей дизимра нельзя прерываться на бару губру, чхолу. Обратите внимание на слово афилу. То есть, мы видим, что строгость прерывания в брахот, ее цер, выше даже, чем псукей дизимра. То есть, если там, то тем более здесь. Если хорошо знаете законы псукей дизимра, то вы знаете, тем более можно все понимать. Псукей дизимра. А теперь опросе мне. Вот, да, вот он объясняет, что это благословение на шпане, может быть, и все говорят, что это другой вид благословения. Это даже лучше, чем закончить одновременно с Олег Цибуром, чтобы не говорить. Окей. 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 конечно, читая вместе с Шалец и Буром, ты не отвечаешь. Объясняет Микштабру, что он был бы согласен, если бы ты не читал, раньше прочитал, конечно, должен ответить. А на вопрос Шалбы, если наоборот тебя Хазан обогнал, ты тоже не отвечаешь. Потому что не можешь отвечать Амен, ты в середине врага. То есть ситуация, идеальный вариант Пашкин Азим, обгони Хазана и ответь Амен. Это Лекатхил. Получается, по Сфарадим прочитать одновременно с Хазаном. Общий знаменатель, все согласны, что если ты прочитал быстрее Хазана, ты должен ответить на его Браху. Если Хазан тебя обогнал, ты не можешь ответить на его Браху. Это обще знаменатель, это все согласны. Разница только, что лучше Лекатхила, прочитать вместе с Хазаном и не ответить Амен. Или, как говорит Рамо, лучше даже, чем сделать так, обогнать и ответить Амен. Но получается, все согласны с тем, что если ты да, закончил, Браху, ты да, отвечаешь Амен. Да, если ты обогнал Хазана, все согласны, что ты да, отвечаешь Амен. Это по словам Солок Хабецхай. Амен говорит, ты пойми, говорит, он пишет, как он пишет, как Мишна Брура. Мишна Брура книга написана, объясни, что имел в виду Мехабов. Что имел в виду Шаба. Альберт, а у тебя наушник с одной стороны? В обратном. Если с одной, поменяй на другую. Просто слишком сильно слышно, нам невозможно на тебя слушать. А, подожди. Что такое? Не, у меня с другой стороны, Брат. Это представляет, что у меня с другой стороны наушник. Я тебе так слышно. То есть, если я поставлю на другую, это будет просто... Я сейчас... Как не получится. Брат, никак не получится. На зарядке я туда зайду. Вот это максимально, что мы можем сделать. Хорошо, буду говорить более четко. Хорошо, вот это я хотел разобрать. Идем дальше. Поехали. Итак. В бенусах проход... Так, это слишком долго. Нормально, все. Слышно? Слышно меня? Алло. Да, 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 слышно. Хорошо. Как конкретно читать благословение на Крияшма? Вот какой нусах. Надо читать четко и мягко. Это каждые слова. И нужно прерваться между словом «нейма» и словом «кэ душа». И должен быть «кэ душа». Знаешь, налогим ломару в нейма «кэ душа». Есть «кэ душа», говорят. И кажется, кто знает, как он делает. Это целый ломар «митнасим», «лоумак мишабахим» и «умрим». Надо говорить «митнасим», «лоумак мишабахим». Беннасим. Димаэ табибат на ламэч шал «табибат лакэль». То есть лакэль, лак камэль. Зелание зеленый кэль. Зеленый кэль. Лакэль барух нэймут матри тетену. Лакэль барух нэймут матри тетену. Нилэй алла. А то, что ученики Рабейну Ализаля говорят, что должен быть там камац, дело в том, потому что они учились на произношении сепардов, а там разница между камацом и патахом гораздо меньше. Поэтому, как говорили камац. Абрахашняши бирхат агаба улам, как второе благословение агабат улам. Эйна патаха дебарух. Она не начинается с благословения, а только завершается. Потому что она называется смухала хаверта. Она в непосредственной близости от предыдущего благословения, которое заканчивается брахой. А если брахоты идут друг за другом, то, если окончание предыдущего было благословение, то следующее можно начать без брахи. И поэтому наше обычай говорить агабат улам. Сфарадим говорит агабат улам. А Ашкиназим... А мы говорим вечной любовью. Вот теперь иди пойми, какая любовь. Сфарадим хотят вечной любви, а Ашкиназим – великой любви. Альберт, а скажи, а почему мы пока что обсуждаем только креать шма вечерний? Нет, утренний. А в утреннем у нас такие же законы в шма, как и вечером? Ну, проход шма. Пока... Да, да, да. Он все четыре перечислил. Да, да, да. Пока, да, все одинаково. Будет разница, будет говорить. Пока вот то, что мы говорим... И что мы сказали, Альберт? И что мы сказали, что внутри псуким, креать шма, мы не отвечаем амэн, правильно? Не отвечаем амэн. А если закончили, обязаны. Поэтому в идеале мы должны читать и ждать. И вместе с хазаном говорить в браху. Вот как надо. Надо стараться делать так. Если не успел, забылся, прочитал раньше хазана, придется ответить. Окей. Ну, то есть получается, что на браху твоего соседа, грубо говоря, у тебя не получается. Времени не остается ответить, да, Николай? Да. То есть если ты заканчиваешь вместе с хазаном, то у тебя не получается на чужую захват ответить, да? Конечно. В этом-то и идея. Он, говорит, даже на хазана не отвечает. Да. Тем более на кого не отвечает. Но если ты закончил раньше, и тогда тебе придется на все отвечать. Не, я имею в виду, ты до брахи. Ты остановился, ждешь хазана, а у тебя там три человека уже про хазана. Ты молчишь, ты не отвечаешь, правильно? Нет, молчишь, конечно. Молчишь, причем по всем мнениям. Даже Рамо согласен, который говорит, что надо отвечать. Мы сказали, что и Рамо, и Шухонарух согласны, что внутри брахи ни на что не отвечаешь. А после брахи все должны отвечать. А в чем они спорят? Лейкатхила, что лучше. Рамо говорит изначально, заканчивай раньше, жди и отвечай амэн. Сухонарух говорит, нет, это цех. Лучше читай с хазаном и не отвечай. Окей. Окей, мы говорим агават улам, а Ашкеназим говорит агавараба. Это все в шахарит. А валь битфилат араби, что касается марьева, агакол умрим агават улам. Там все говорят агават улам. То есть в марьеви Ашкеназим согласны со сфарадином. Вечной любви. У них вечером просыпается любовь. Бесконечная. Альберт, тебя не слышно, Альберт. Если что, тебя не слышно. Слушай, он потерялся, по-моему. Альберту дали возможность подумать. Альберту дали возможность подумать. Альберт, тебя не трогает, чтобы сказать абонент временный наступен. Алло. Алло. Сейчас слышно. Все, у меня, видимо, на уши разрядились. О, вот сейчас зато будет слышно хорошо. Слышно меня? Да, да, все, все, все. Где-то есть. Продолжаем. Где-то, не знаю где. Куртки, наверное. Итак, вечером все читают одинаково. Агават улам. Но, в любом случае, если Ашкеназ ошибся и сказал Агават улам, или даже Сифард ошибся и сказал Агава раба, яца. То есть это, как бы, в крайнем случае, окей. Если кто-то перепутал, сказал сначала Агават улам, а потом сказал Йоцар ор, коль отшело съем это браха, пока он еще не сказал браху, я в сикве я хазор ломар беркат юцер. Пусть пока не сказал браху, может поменять, ну, сказать ту, которую надо. И после Йоцар омар начинает читать Шма. Интересно. Это, короче, как мы видели в Шуханарухе. Если он путает концовки благословений, говорит вместо Аравим-Аравим, говорит Йоцар ор, я думаю, да, можно пойти дальше. Потому что у нас сегодня, слава богу, есть Сидуры, и такая путаница. То есть мы смотрим Сидур, в принципе, должны читать. Да, давай больше, лучше актуальную информацию. Да, да. Им та ваамар ве эмуна кольцот бимком вяци винахон. А, вот это может быть, да, человек сказал ве эмуна вместо вяци винахон. Эмуна. Очень часто мы привыкли, что после Шма, Шмелоке хэмэмет надо читать, да, и утром у нас вяци винахон, а вечером ве эмуна кольцот. А он случайно перепутал и сказал, опа, поймал себя, что он там уже на середине ве эмуна кольцот, а утро надо читать вяци винахон. А там гаал Исраэль эйнохозар. Если он сказал уже гаал Исраэль, то повторять не надо. Вим амар баруха таашэм, где лихтом гаал. Но если он сказал баруха таашэм, чтобы сказать гаал Исраэль, и вдруг понял, что он сказал эмуна вместо вяци винахон, есть которые считают, что исаэм ламдэй ниху кеха. Пусть скажет ламдэй ниху кеха и вернется и скажет правильно вяци винахон. А есть которые говорят, что пусть закончат гаал Исраэль. Потому что не надо делать прерывания, если ты можешь бедяват выйти. Окей, лучше бедяват выйти с эмуной вместо яци винахон, чем прерваться в этом месте и сказать ламдэй ниху кеха. Да, окей, он оставил два ешум рима. Непонятно, как делать в такой ситуации. Лучше в нее не попадать. Вернусы в берката гаалам нахон ламар вэлоны вош вэлоны калэм. Вэгават улам надо говорить вэлоны вош вэлоны калэм. Анбер, ты уж пропустишь это все, а? Это не так. Баад... Офгар крият шмах бели брахот крият шмах. Ьацай да еховата... Сдамите, да? Если ты сказал шмах без благословений на шмах, ты выполнил заповедь. Вэфал пекэн, есть лу леварег брахот крият шмах, вхозер вэкоре, гам крият шмах. Но, тем не менее, у него есть, да, должен он прочитать благословение Шма и вернуться прочитать Шма вместе с ними. Окей, мы это говорили в другом ракурсе, да, потому что мы говорили много раз, что благословение на Шма, они, вроде благословение на Шма, но они при этом независимые молитвы. И даже если ты уже выполнил заповедь Шма, ты должен вернуться и сказать просто, брахо, Шма, вместе со Шма, если еще не прошел четвертый час. Человек, который находится посредине Шма и его благословений, то есть внутри благословений Шма, например, и слышит Беркат Куаним. И на благословение Куэна, в котором они говорят. Увейн ле ахар псу кей абраха, и также на каждый кейн ерацон. Потому что хашив давар шебек душа. Так как неси ад капаем делается только в меняне, неси ад капаем это как ктюша. И тем более псу кей дезимра. Да, но тут непонятно, тут Бена Праким или Бе Тоха Праким. Внутри текста или в промежутках. То есть вот это тогда непонятно, что он имеет в виду. Он не разделяет. Это давар шебек душа. А что мы сказали на к душу? Что на к душу не надо отвечать? Что же мы сказали? Это как душа. В Бена Пэрек, да. Псу кей дезимра, да. А тут непонятно, мы еще не дошли вроде. Либо я пропустил все это. Самое главное, что мы должны понять, что коль шекен. Что псу кей дезимра стоят ниже. Меньше. Ну так тем более, так там, где шма строже, так там, где шма строже, мы не можем судить из псу кей дезимра. То есть псу кей дезимра, на к душу мы отвечали даже Бе Тоха Праким. Да? По-моему, главное было закончить предложение хотя бы, да? Не, но в данном случае может. То есть он говорит, если можно прерваться в брахот шма, то коль шекен, тем более можно прерваться. Это да, обратно на псу кей дезимра это раз, да, это понятно. Не, и тоже можно. Если ты знаешь, что что-то нельзя в псу кей дезимра, коль шекен это нельзя шма. Да, но что-то может быть можно в псу кей дезимра, но нельзя в пушу. Да, окей, вот это как бы общее правило, надо запомнить. То есть так ты можешь догадаться через коль шекен, а если в сторону облегчения, то уже не можешь. Поэтому, зная это, можно какие-то вещи сразу понять. Если хорошо знаешь законы псу кей дезимра. И то же самое, если ты слышишь благословение на Тору. Потому что чтение Торы тоже читается только в меня, не как на сият хапаем. Называется дворим шебаг душа и нужно отвечать на чтение Торы. Интересно. То есть, тем более, если ты находишься в псу кей дезимра, ты должен отвечать на чтение Торы. А что мы говорили про псу кей дезимра, Альберт, когда Тору выносят? Мы слушаем, правильно? Если нет, другой возможности не будет. Останавливаемся и слушаем, правильно? На чтение Торы? Да. Мы говорили, что я вообще не читаю Тору, а ты в псу кей дезимра. Ты просто останавливаешься и слушаешь? Или продолжаешь молитву? Ты не останавливаешься и слушаешься, ты продолжаешь, но ты должен отвечать. На барху, должен отвечать. Или ты слушаешь. А, чтение Торы? А ну-ка, давай посмотрим здесь дальше. Дальше. Даже если его вызвали именем. Вот тебе разница. Что мы сказали в псу кей дезимра? В псу кей дезимра мы сказали, что даже если ты внутри, и ты единственный коин, или просто назвали тебя по имени, ты даже Исраэль, ты должен выйти к Торе, и ты даже должен читать о Тору. То есть не урезай ничего, читай все, что ты обычно должен читать. Но не говори Мишеберахи и не говори Вегинуам. Правильно, Сэмо? А здесь написано, что нет. То есть находишься внутри Иоцера. Даже если тебя вызвали по имени, ты просто можешь развести руками. Извините, я выйти не могу. Это хорошо. А на брахот как это мы отвечаем? Я что-то не могу понять. На брахот. А на брахот, прикинь, отвечаем. А как, если мы только что сказали, что мы внутри псу кей, шма, если до брахима не отвечаем вообще амэн? Вот этот амэн считается, что это дворим шабак душа, потому что Тору читают только, это как беркатку аним, короче. То есть из этого следует что? Что на кадиш, на первый брахот до дамьяран биалма, ты да, отвечаешь? Так получается? Получается так пока. Подожди, мы пока не говорили про кадиш, но по логике, да, если к душа кадиш, тем более должны быть отвечать. Даже внутри, внутри брахи, то есть еще не закончив петок, да, то есть внутри, да, даже внутри, машма так. И даже если ты единственный коэн, и тебя вызвали по имени, ты, извините, и вызывают Исраэля, а ты должен стоять. А коэн я ца лахуц. Если ты коэн, ты просто должен выйти, и дать Исраэлю выйти вместо тебя. Вым еш минян мецом цаам, но если ты десятый, ты даже выйти не можешь. То есть Габай говорит странный лошон. Обычно как говорит? Эйн кан коэн, ямод, да. А тут он говорит. Афилу еш кан коэн, ямод исраэль. Афаль пише еш кан коэн, ямод исраэль бим ком коэн. Вот так он говорит. Классный закон. Так вот. Если коэн находится внутри благословения шма, он может прерваться и выйти к торе. Что? А. Прерваться и выйти к торе. Что? Не понял. Если ты единственный человек, который может читать торе, он не заставляет цибуру ждать, пока ты закончишь, а иди и прочитай для них тору. И тем более ты прерваешься и находишься даже внутри благословения шма. Увэээмца псу-кейди зимра, и тем более псу-кейди зимра. Демарана шурхана рух, ло ехмир ба-зэ. Элэ лэйнян альяле тора. Вэлло лэйнян лікрот лэгэм. Секундочку. Тут очень внимательно. Так. У нас была предыдущая лаха. Цибуру шувицуй сэфер тора лікрот бу. Цибуру шувицуй сэфер тора лэгэм. Шэкорэ ота им бирхотэа. Эйн ло лэавсик вэла тла тора. Афилу им кроуу бишмо. Элэ лэйяле израэль бэмком коэн. А потом он говорит, им коэн немца бибркот кэриат шма. Мутар ло лэавсик вэла тла тора. Что? Что это значит? Так, есть какая-то разница, я просто ее не вижу. Шэкорэ он говорит, что нельзя. Нельзя прерываться. Пусть даже если тебя вызвали по имени, ты не можешь прерываться. И пусть скажут, афальпиши еш коэн, я амодэ сральбим ком коэн. А потом он говорит, им а коэн немца бибркот кэриат шма. Мутар ло лэавсик вэла тла тора. Ви им эйн лэгэм мишчэ корэ ба тла, элэ койна корэ кэриат шма. Эйн лэ адриха цибур лэам цина, чэй сэмэд корэ кэрия, шам, элэ пускээ вы корэ лэгэм бэсэл ба тла. Что? Лэ коль шэкэн шэ пусэк ликро бээм цэбрако кэриат шма. Стира. А? Я не понимаю. Против... Что? Как такое? Так, давайте смотреть шруха на руку. Почему эту пищу? Как это? Я не понимаю. Должен прерваться или нет? Ага, может быть разница такая. Если ты молишься в одном меняне, а другая община достала тору, и у них нет коэна, то здесь ты не должен прерваться. А им коэн немца бэбэркот кэриат шма мутар, если коэн в этом меняне, тогда мутар лавсэ кэриат шма. Эйн лэ гэм мишэ и крэ бэ тла элэ кэриат шма, эйн лэ адрих. И даже почитай для них тору. Потому и тем более, шэпосэк ликро бэээм цэбрако кэриат шма. Вэээм цэпосэкээ дэ зимра дэ баран шурхана рух, он не устражал в этом, а только в отношении Алии к торе. Но не по поводу чтения для них. Так, смотрим шурхана рух. Буракха шняхават овам. Кара кэриат шма, бэлло бракха, гэцца яйды хобот кэриат шма, вэхо заи кэриат шма, вэхо заи кэриат шма. Вэнни лэ лэ ликк рот. Так, седр абраххот айнон ма аккэв, шэйн нэ ггдим шняхаля решуна. Так, тэкра кэриат шма вэкаванна бэмава ияра, вээфилу хэя кэриат шма бээ бэтоуа омэ гэна. Так, вот. а корейт шматы локи вен либо бы пасук решен нет я шум рим шейм митсва цельход кавана вешем рим так а сэдра брохота и но на кэф шимик димшня вершина я цивили хула это не разбирается шахана руки напрямую битле очманешь рамоты и вот ему дальше уже пошел сам шма сам шма что такое пишет так а ну-ка давайте вместе подумаем итак первая лоха я перевожу а мы вместе думаем в чем разница между двух лохов первая лоха община которая вынесла сэфертура чтобы ее читать он не должен прерваться и выйти к торе даже если его вызвали по имени пусть вызывают израэля вместо коина говоря другой носах и так далее следующая лоха им хаку гэ немца би брахот крият шма мутар лоле а всиква латура окей окей мне кажется разница что там он был в шма а здесь он был в благословениях на шма да да описано ганинца би крият шма в первом случае которую он читал с благословениями то есть он сейчас а мы это говорили если ты внутри шма который ты выходишь в заповеди ты не прерываешься пусть вызовет другого то есть ты внутри самой шма но если ты внутри брахот шма мутар лоле а всиква латура тогда он может остановиться и выйти к торе и более того если даже нет никого кто читал бы тору кроме этого коина который читает опять элакоин хаку гэ крият шма эйн лэ атрияха цибур лэ амтин ад ши исаем а что касается чтения торы удивительно ради чтения тора он прерывается даже внутри шма потому что не заставляя общину ждать и тем более что он прерывается бэм собраход крият шма если он послали благословений ради чтения торы почему потому что шульхана рух ло их мир базе элэ линян аль но что касается чтения торы для общины про это речи не было то есть то есть да подведем итог подведем итог до законы прерывания в благословениях шма шма и более строгие чем даже сухей тазимра но есть дворим шибак душа это вещи которые читаются только в меня не и в первую очередь то это такие вещи как на сиат копаем и чтение самой торы ради таких вещей прерваться можно даже внутри шма чтобы прочитать тору а вот алиялы тору нельзя если находишься внутри шма но можно если ты находишься внутри благословений выйти к торе выйти к торе можно если находишься внутри благословений а прочитать тору шма это тоже тора да ты можешь даже прерваться между первой главой и второй выйти прочитать им недельную главу вернуться и дочитать свой шма вот что здесь написано окей интересно работая постараюсь найти этому какие там еще давай только подведем большие итоги альберт сказал что мы говорим на на сиат копаем мы отвечаем амены мы отвечаем амены потому что да ваша душа из даже внутри браход шма до внутри дома во время самого шма мы тоже отвечаем амены и вообще мы не проходили тему с душой вообще внутри шма и даже в браход шма учет не совсем да да вот браха окей алияла тора не считается уровнем на сиат копаем то есть если ты в браход на шма ты можешь выйти к торе и как все дела читать все как надо только без лишних бизнесе берахов и прочее но если ты внутри самой шма которую ты читаешь благословением выходя в заповеди вот тогда ты можешь только развести руками выйти к торе не можешь да еще и что мы сказали что отвечать амен после браход даже здесь проливаться но при этом мы видим что на браход на криятора мы да отвечаем амены даже внутри браход шма то есть амены тоже отличаются то есть амены допустим на саму молитву часть которая с хазаном соседом у тебя идет ты не отвечаешь внутри браход шма да внутри браход шма и только после самой твоей брахи между проким ты должен ответить тогда амен по идее да грубо говоря но на такие браход как браход как браход такая вещь как благословение коэна ты отвечаешь амен даже внутри и шма и внутри самих браход внутри текста да браход да то есть отличается да это отличается у нас остается вопрос у нас остается вопрос что мы делаем с кадыша к душой и принципе все да да вроде бы как бы то же самое должно быть да то же самое как и наверное браход на тору и и благословение коэна по сути да потому что душа и и кадыш ничем не меньше но в кадыше скорее всего будет что мы отвечаем амен только на первые эти дамьян беалма отвечаем к душе будет что мы наверно не читаем промежуточные тексты только отвечаем вот это кадош 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 правильно так же как и было да 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 все как ты сказал но к душу мы не читаем дополнительные тексты мы только отвечаем на к душу это завтра завтра все будет завтра вот я вижу просто все это у нас будет и душа и кадиш и как и чего окей остановились на юдзайн на семнадцатого хэби завтра продолжим спасибо хорошо альберт давай только один вопрос у меня остался просто по поводу псукей да зимра напомни пожалуйста что мы делали как мы отвечали амен на кадыш там где эшми раба мы короткие отвечали то есть если мы были внутри пасука или между проким мы одинаково отвечали амен и по моему да у нас если ты отвечаешь на кадиш ты отвечаешь на кадиш если мы с фарадим нам принято отвечать на кадиш двадцать восемь слов нет по-моему там было немножко не так что по моему то там было про карачивали и к душу мы укорачиваем заметь и и кадыш по моему мы тоже да и бараха только должны были отвечать никак не больше и у меня вопрос если это так если есть отличие бена проким и внутри пэрэка так я скажу тебе где мы где мы сокращали да и барах мы сокращали да и барах ну вот и и даже бена проким мы сокращали да и бараха да вот что я хочу вспомнить бена проким мы тоже да и бараха сокращали и отвечали ли мы амен после да миран балма на вообще в принципе на кадиш или бена проким отвечали а внутри пэрэка мы уже не отвечали амен тогда на эти брако на на следующий брако по поводу да вот ограничения хорошо посмотрю ответ мутар 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 да понятно что везде надо отвечать вопрос нужно ли отвечать до конца или или сокращать до и бараха надо открыть и и альберт и вот после да миран балма то есть отвечаем или на кадиш в суке дезимра отвечаем ли мы на кадиш после да миран балма или бена проким мы отвечаем а внутри пэрэка уже не отвечаем я помню ничего не отвечаем брат туда миран балма между переками тоже не отвечаем момент ведь в суке дезимара между проким можно принципе на брахо отвечать амен нет мутар да вот написано а уж тем более тогда она и значит а и значит все и значит кадиш точно так же если бена проким значит и полностью все амены отвечаешь на кадиш да а если ты внутри пэрэка то ты отвечаешь только до вот этого да миран балма а потом уже не отвечаешь амены на кадиш правильно да да думаю как то так дзи сви дата дарахаим дихоу ланут кула мэн бэн бэн абраким акбин б&брокат абухар 나오는 бэээвэвэ на worked bad Да, но это не про нас, по-моему, было. Это что-то немножко другое мнение, нет? Вот такое, такое мнение. Один говорит да, другой говорит нет. Не знаю, кто из них кто. Видишь, тут, кстати, споры тоже приводятся, очень классно. Вот тут есть и то, и то, и надо понять, по кому в итоге Аллаха пусек Елкут Йосеф. Короче, давай разберемся, немножко возобновим. Это очень актуальная информация, она нам пригодится по жизни. Вот это надо чуть-чуть обновить. Я уверен, просто когда забывается, лучше восстанавливать, и уже навсегда запоминаешь потом. Окей, давайте тогда здесь прибьемся, всем шком большой. И будем на связи. Да. Продолжение следует... bert của... Продолжение следует...